МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алло. Алло, здравствуйте, Лер. Тут каникулы начались. Помогите найти подработку на лето? Вот это поворот. Школьники нынче работать собрались летом. Как вспомню я свои школьные годы, я ждала лето только за тем, чтобы проводить время на речке, ну или с друзьями на велосипедах кататься. Ну, не отказывай же мне своему племяннику. Воспользуюсь старым дедовским способом. Как раз есть свежий номер газеты. Попробую что-нибудь найти для него. Вакансий, конечно, много, но все они точно не для подростков. Голосовой помощник, скажи, где школьникам искать себе подработку на лето? Лера, в газетах уже давно не ищут работу. Посмотри в интернете, там много вакансий для студентов и школьников. Посмотрим в интернете, там явно будет побольше вариантов. И пахнет мошенничеством. Я думаю, что нужно обращаться к эксперту, пускай он мне поможет. А вообще, зачем далеко ходить? Пойдемте к нашим приморцам узнавать, вообще их дети работают летом. Девочки, вообще, как пришла эта идея и что вы здесь делаете, собственно? Хотелось бы зарабатывать деньги как-нибудь. А ты? Ну, мы продаем, чтобы не выпрашивать деньги у родителей. Я помню, в 14 лет пытался устраиваться официантом. В 15 лет. И то есть меня оба раза не брали, исключительно из-за молодого возраста. Ну, наверное, только с родителями надо искать, самим как-то опасно. Мошенники есть во всех видах деятельности, но надо ребенку подсказать, как действовать. Антон Павлович, здравствуйте. Я к вам с таким вопросом. Ну, не секрет, что наступило лето, и многие школьники ушли на каникулы. И это как раз хорошее время, чтобы им где-то подзаработать. И вот скажите, что необходимо знать непосредственно детям и их родителям? В первую очередь, нужно приветствовать желание подростка стать более самостоятельным, работать летом. Но нужно помнить об ограничениях со стороны Трудового кодекса. Самостоятельный трудовой договор подросток может заключать в 16 лет. И нужно помнить, что он может работать не более 35 часов в неделю. С 15 лет он может заключать трудовой договор самостоятельно, если он уже закончил 9 классов и учится в колледжной техникуме или в учебной школе. А с 14 лет он может заключать трудовой договор с согласием на вызов родителей или попечителя. Антон Павлович, а что касается безопасности? Мне кажется, школьники – это вообще уязвимая категория. Даже я помогала своему племяннику искать подработку на лето. И где-то в социальных сетях наткнулась на объявление. Искали человека, который за вознаграждение будет оформлять банковские карты. А потом данные нужно отправлять менеджеру. И как они это аргументируют? Якобы нужно делать план продаж. Мне кажется, это вообще темная схема. Вы что думаете? Очень вероятно, что вашего племянника пытались привлечь к мошеннической схеме в качестве дроппера. Дроппер – это человек, который обналичивает деньги, украденные мошенниками. Например, мошенники как-то получают доступ к карте человека и ее используют. Либо просто переводят деньги неизвестного происхождения на карту человеку. И потом просят либо их обналичить и отдать курьеру, либо перевести на другие счета. Иногда люди в дропперы идут осознанно, потому что это простой, быстрый и легкий способ подработать денег. Но это участие в мошеннической схеме. А иногда мошенники используют человека в темную. Он не знает, что работать на мошенников. И в этом плане подростки – это уязвимая категория. Антон Павлович, и тогда главный вопрос. Как все-таки подростку не впутаться в эту криминальную историю при поиске подработки на лето? Самый простой способ – это устраиваться на работу официально. На белую зарплату. Если говорить о признаках мошеннических объявлений, то нужно обращать внимание на следующее. Первое. Сопоставляйте усилия, которые от вас требуют в объявлении, с размером зарплаты, которую вам предлагают. Если усилие незначительное, а зарплата большая, то это первый признак того, что объявление мошенническое. Второе. Не передавайте потенциальному работодателю никаких данных, кроме тех, которые необходимы для вашего официального устройства на работу. И третье. Задумайтесь перед тем, как установить какое-то приложение на ваш смартфон, если от вас это требует потенциальный работодатель. Вот я и поговорила с экспертом. Для себя я уже давным-давно усвоила, что в газетах смысла искать подработку школьнику точно нету. А вот что касается социальных сетей и различных сайтов, здесь нужно быть максимально внимательным. Не стоит вестись на высокую зарплату и неофициальную работу. Субтитры подогнал «Симон»!